Всем привет! И сегодня вы увидите что-то новое на моем канале, типа обзора пушки и геймплея на ней, типа смешной нарезки, хотя шутить я не умею, да и похуй. Потому что кому интересно смотреть обзор пушки, которая вышла, блять, 13 лет назад, дурак, ёб... Так вот, если вам такие видосы зайдут, то я буду выпускать их каждый день, да нет, конечно, я пизжу, раз в неделю. Ну а в какой день, можете написать в комментариях. И это совсем не байт на комы. Переходим непосредственно к обзору этого говнища под названием огнемет, единственная в своем роде пушка, которая имеет название оружие из реальной жизни. Потому что, насколько я помню, разработчики вроде как говорили в одном из своих видеоблохах, что они не хотят называть пушки реальными названиями оружий. По типу вулкан, а не пулемет, или молот, а не дробовик, и так далее. Или... я это сам себе придумал? Ммм, дай похуй. Сказал говорили, значит говорили. Не знаю, зачем я выдал вам эту инфу, просто вживите с ней. Начнем, пожалуй, как истинные дохуя обзорщики с описания данной горячей штучки. Ммм, в тесных городских кварталах. Так, ладно, с описанием закончили, сами прочитайте. Технические хар...ки? Харки? А, характеристики, блять, сам сократил слово и сам же не понял. Урон, четкий. Крит урон, еще четче. Дальность, такая же маленькая, как писюны шафтоводов. Скорость поворота максимальная. Ну и сила удара такая же, как и грудь твоей бывшей, равна нулю. И тут еще мнение игроков, и где они только эти опросы проводили. Мне их тоже лень читать, так что сделайте это сами. Переходим к советам от истинного куколда этой игры. Одевать с этой пушки желательно легкий корпус и дрона-защитника. И тут, наверное, если это видео смотрят старые игроки, они немного охуели. Мол, что за дрон, что это такое? Ну а те, кто шарят, знают, что он добавляет дополнительной брони почти в три раза. И убить вас становится нереально сложно. Ну, если против вас не играют пушки с устройствами на пробитие или подавление. Или хорек не заюзает свою оверку. Ладно, ладно, давайте не будем вдаваться в такие новые фишки игры. А то старые игроки вообще охуеют. И мол, что они сделали с этой игрой? Просто вооружайте свой танк так, как я сказал, и будет вам счастье. Кстати, помимо хорнета, еще есть два других легких корпуса. Это васп и хоппер. Сам же сказал старых игроков не шокировать, а тут хоппер... Да ёб твою м... Ну а теперь немного к выебонам. Скинов, скорее всего, у большинства нет. Поэтому ваш хорн с огнеметом будет выглядеть так. Ну, а у меня они есть, поэтому я буду катать тип крутой. Играя на огнемете, помни истину. Чтобы на нем поиграть, тебе нужно дохуя пострадать. Это мог бы сказать Конфуции, но это сказал я... Так что похуй. Ибо в ореховском матчмейкинге очень часто попадаются большие и просторные карты. А мы из технических харчков помним, что дальность у нас как писюн шафтовода. Маленькая. Ну а больших карт много. 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 Можно еще как курица-наседка сидеть и дефать базу. Но так как мы с вами не курицы, мы оставим это девочкам. А петухи. Блять, тоже хуево звучит. Так что и нехуй тут сидеть. Что мы зря быстрый и легкий корпус одевали. На карте особо не въебываемся. И в открытую не едем. А то ненароком можно и пизделей получить. Стараемся действовать скрытно и отыгрывать от укрытия. Чтоб было где спрятаться в случае чего. Ну или прячемся за домиком или забором. И начинаем жарить своего врага. Немного пахпахивает стилем крысы. Но нихуя подобного. Не забываем, что наша дальность, как писю... Да-да. Третий раз использовать одну и ту же шутку, уже перебор согласен. Тогда просто скажем так. Бить большим уроном вблизи, это наша фишка. Они для нас, можно сказать, тоже как крысы. Когда бьют, допустим, нас на расстоянии. Поэтому с этим пунктом мы с вами разобрались. Пройдемся еще раз вкратце и по советам игры на огнемете. В открытую не едем. Ищем для себя подходящую карту. Прячемся за укрытиями. И сносим пол лица вблизи. Нихуя сложного. Но я думаю вам не нужно объяснять, что фишка огнемета так же. Это поджог своего врага. И вместе с его жопой будет гореть и его танк. И наносить дополнительный урон. И с этой тактикой, как нехуй делать, можно забирать первые места в битвах. И самое главное. Играя на огнемете, видишь своего замороженного сокоманника. Не будь гал... Попшикай на него с огнемета. И он разморозится. Сделал доброе дело. Ну, а на этом мы с вами заканчиваем. Надеюсь, данный спецвыпуск вам понравился. И вы уже поставили свой лайк. Я понимаю, что возможно он был очень коротенький. Но опять же, я хочу посмотреть. Понравится вам формат таких роликов или нет. Стоит заморачиваться и как-то делать их подольше. Опять же, или нет. Поэтому как-то стараюсь вас развлечь. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok